ток-шоу самое время всем привет и начинаем прямой эфир на первом радио сегодня в студии наталья вожинская и алексей власов по традиции в первом часе обсуждаем новости в компании потрясающих экспертов а сегодня это психолог это ты сразу аккредитованный системный семейный терапевт эльвира емельянченко эльвер здравствуйте здравствуйте а чем системный семейный терапевт отличается от несистемного семейного терапевта вы понимаете козерог козерога я вам сегодня утром те же самые вопросы задавала но удивительно что тут семья рассматривается как система то есть если человек приходит индивидуально то у нас индивидуальный подход мы лечим его 1 до когда приходит семья и мы рассматриваем семью как систему и рассматриваем те влияния те какие-то уроки или те какие-то истории семейные который человек унаследовал из системы а система имеет свойство удерживать до 1 хочет излечиться, а все будут тянуть его обратно. Вот в чём суть. Как живой организм. Также в нашей студии сегодня впервые, много раз на телевидении, впервые, мне кажется, на Первом радио. Шеф-повар Владимир Шабалин. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, здравствуйте. Первый раз правильную фамилию сказали, обычно по-другому говорят. Да, потому что вы подготовились. Мы смотрели ваши эфиры в хорошем утре. А моё неправильно. Да? Емельянчикова. Сложная фамилия. Это значит, я неправильно записал. Каюсь. Видите, нельзя быть идеальным, что называется. Роман Макропола. Здесь я не ошибся. Здрасте. Забор покажет. Журналист, ведущий Кубань-24. Львир, извините, я обязательно исправлюсь. Очень сложная фамилия, да. 8-918-357-358-4. Номер в WhatsApp. Присылайте свои новости или участвуйте в обсуждении наших. Напомню, что сегодня у нас 23-е, да? Да. Вот я скопировала. Сегодня день дачника, всемирный день китов и дельфинов, международный день бла-бла-бла. День заливной тоски. Я сначала это как плохо увидела, я подумала, день заливной трески. Вот, потом так пересмотрела. Нет, всё-таки заливной тоски. Это что означает? Ну, ладно, не будем. И день... Это тоска, которую заливают, Наташа. Ну, я поняла. Я не хотела усугублять, понимаете? Я уж думала, что тебе объясняют. И сегодня день кондитерской посыпки. Ну, это прекрасно. Или от вас далеко это всё? Да нет, почему? На короткой ноге со всеми. Вы ближе к шефу Ивлеву? Или к Александру? Я ближе к шефу Владимиру. В университете везде. Что такое посыпка вообще? Все знают? Из чего она делает? Ну, двух словах, кто не слышал? Посыпка этого, что на куличи, да? Да, на куличи, да. Пшено бабушка делала. Пшено бабушка делает. Ну, почти, да. Только это посыпка даже съедобная, а не сырое пшено, которое зуба будет крутить. Ну, конечно, да. Крашеная. Ну, да, там крахмал, что-нибудь такое, сахарная пудра и прочие истории. Ну, плюсик же. Я то еще не люблю, но знаю, да. Так, давайте перейдем к обсуждению новостей. В Госдуме предложили платить по 100 тысяч рублей за доносы о незаконном проживании мигрантов. С инициативой выступил один депутат. Он говорит, что такие меры помогут выявить и нейтрализовать миграционные сети, которыми могут быть опасны для России. Я не хотел говорить про мигрантов, я хотел поговорить про форму. День позитивных на вечерку. Вот это позитив. Нет, знаете, на прошлой неделе была новость о том, что россиянам предлагают платить о сообщении про пьяных водителей. То есть, вот форма доноса. Насколько, как вы считаете, русскому, российскому менталитету, она свойственна? Эльвира, что вы думаете? Я думаю, что для нашего менталитета вообще не свойственно доносить. Мы стараемся как-то замалчивать или решать своими какими-то способами. Но пока это не угрожает нашей безопасности. То есть, я сама водитель, я стараюсь соблюдать правила, но не всегда получается вождение. Но если как бы на встречу едет человек в нетрезвом состоянии, это угрожает и моей безопасности, а также всем тем, кто на дороге, а если дети, то есть такой спорный вопрос. Я думаю, что если это было в Германии, то там все сказали да. Но что касается России, тут мы еще подумаем. А я еще Довлатова сразу вспомнила, сразу известную. Известную. Какую? Идите. Ну, кто написал на миллионы доносов? У меня сразу другая мысль. Это же прекрасный способ заработка. Вот, смотри, ты хотел сказать, это двухсторонняя сторона. Для кого-то это плохо, кому-то это хорошо. Это же прекрасно. что-то зарабатывает. Подпоил я соседа. Потом ему говорю, Сергей Васильевич, давай-ка ты быстренько в магазин сгоняешь на автомобильчике, а то далеко. И пока он ездит аккуратненько, на него донес, и все, и до зарплаты уже можно дожить. А то, что потом... Ром, ты настолько идеальный, что я никогда не поверю, что ты можешь совершить что-то вот с ближним своим. Никто не верит. Именно этим я пользуюсь уже долгие годы. Это же удобно. Александр пишет, добрый вечер, это не донос, а проявление гражданской ответственности. Мы-то согласны, что это гражданская ответственность, просто форма. Ну, хорошо, недонос, как это назвать по-другому можно? Блесткий порядок. Сигнал. 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 Это слово. Хорошо. До нас дошел сигнал. Владимир пишет, Наташенька, добрый вечер, я вас очень ждал, скучал от этой персонажи. Владимир, вы женаты, я уже все про вас знаю. Так, стоимость самых дорогих апартаментов в Сочи превысила полмиллиарда рублей. Вот такие... Сейчас объясню, почему я взяла эту новость. Я не собираюсь обсуждать недвижимость, просто слишком много новостей появляются в СМИ. Недорэпер какой-то там купил дорогущую машину за столько-то сексилюартов миллионов. Вас раздражают такие новости, когда вот такой, чересчур про чье-то богатство? Да, на самом деле нет, просто как-то лишнее палево, просто и все. Вот смотрите, почему я взяла. Сегодня с мамой смотрим программу здоровья с Еленой. Жить здорово. А когда мама в гостях, я смотрю все, что смотрит мама. Вот. И она говорит, ну вот, наконец-то Малышева стала приходить, выходить в одном и том же платье. А то раздражает. Все в разных. Вот зачем вот это вот каждый день менять платье? Сценический образ, для чего же еще? Чтобы люди не смотрели, яркая, красивая картинка. Но видите, некоторых людей, даже мою светлую, совершенно добрейшую, раздражает. Что скажете? Мне кажется, это для некоторых как стимул. Знаете, он заработал, я заработаю. Конечно, звучит как-то необычно, да, может быть, даже не совсем реально. Мне кажется, это для меньшинства, для большинства все-таки или как-то зависть вызывает, да. Или все равно, или вот раздражение. В Китае же месяц назад запретили, да, слишком кичиться богатством и новости выставлять такие. Мне кажется, что вот... Что-то в этом есть. Если светлые человеки в лице Людмилы Афанасьевны реагируют уже... То это как-то нескромно. Ну, как-то надо что-то прикрутить, наверное. Твоя какая. Запретить. Не надо запретить. Запретить хвастаться. Написать донос. Сигнал, попрошу. Вот эти две новости, они между собой прекрасно связаны. Они вот про что-то внутреннее. И про чувство прекрасного, и про чувство ответственности. Если ты нормальный человек, ты пьяного водителя с дороги уберешь и без платы. Сам. Сам. Ну, не то, что сам. Но ты сообщишь без необходимости получения за это деньги. То есть, если мне не заплатят, я не буду сообщать. То же самое и с вот этим вот определенным богатством. Знаю достаточно, мягко скажем, обеспеченных людей. В жизни они никогда не расскажут, что они купили, где они купили и что сколько стоит. Это серьезно обеспеченные люди. Никогда в жизни они не будут кичиться, скажем так, тем, чего нет, например, у меня. В жизни. Согласен. Очень богатые люди скромно одеваются. Крайне скромно. У меня есть микроистория про «Сдай друга». Я когда в одном заведении работал, ну, есть, правда, история. В 2009 году в одном заведении работал, там был такой девиз, ну, там, между своих там, боссов и остальных «Сдай друга, получи 200 рублей». Ну, что это значит? Типа, у нас было такое правило, вообще, папа, когда сдаешь смену, типа, отработал три дня, там, сдаешь смену, должен отодвинуть себе холодильники, промаркировать каждую боксики с продукцией, там, все перенюхать, перепробовать и так далее. А вот ты видишь, вот, ага, он не сделал. Сдашь кому-то тебе, оп, 200 рублей премия. Были такие люди. Я не был, но были такие стукачи. Да. Мы ни к этому отношения не имеем. Ну, мы нет, мы никогда, да. Мы просто покажем пальцем, да. Во время рекламы сделаем это. Продолжаем обсуждать новости в компании наших экспертов Эльвира Емельянчикова, Владимир Шабалин и Роман Макропола. Вот, что хотел вам рассказать. До 30 тысяч рублей за сеанс зарабатывают консультанты по детским именам. Это одна из набирающих популярность профессии. В среднем в месяц такие специалисты консультируют 15 клиентов, заработок примерно 438 тысяч. Опытные специалисты в этой области помогают будущим родителям выбрать такое имя для будущего члена семьи, которое созвучно с фамилией, не имеет обидных кличек. Они также учитывают важность того, чтобы имя выглядело красиво и гармонично смотрелось в социальных сетях. Подожди, а гороскопы, вот эти все совпадения? Все там, вот, звезды, нумерология, все-все-все-все учитывается, ну, на что есть запрос. Эльвира, ну, это вот как раз общий организм про системную семейную терапию. Возможно, да. Ну, смотрите, раньше называли имена, да, давали предки. Или по святкам. Да, может быть, по святкам давали как бы вот ближайшее имя святого, да, и тут вообще каких-то разногласий не было, да. А сейчас хотят какие-то модные имена использовать, редкие имена. Но я, если честно, не знаю таких специалистов, которые зарабатывают такие деньги, по крайней мере, в нашем городе, может, где-то они там сидят в других городах. Скрытные. Да, скрытные, да. Ну, тут, вероятно, такой подход к имени. Я даже не знаю, что сказать. На самом деле имя имеет значение. Некоторые говорят, что даже имя имеет какую-то вибрацию, да, такой сакральный смысл. Хорошо, а есть такое, что... Изотерическое мнение. Поменяв имя, можно поменять судьбу, ход судьбы. Есть, но это есть такое мнение. Доказанных факт. А проверить никак мы не можем. У меня, в общем, история... Вот поменять фамилию, можно поменять судьбу. У меня лютая история про имя вспомнили. Товарища зовут Тимьян, как трава. Чебрец Тимьян, Тимьяна зовут. У него жена беременная на первом месяце была. И он думал, как назвать сына? Вот сына либо дочку? Девочка, ладно, Роза, Роза Тимьяна звучит. А вот как мальчика называть? Тимьянович, он получается. Ну, да, он. Тимьянович, кто? Кориандр. Кориандр. А есть такое имя, Кориандр? Потому что, не знаю, есть такое имя, Кориандр? А фамилия какая у человека? Мох. Знаете, как красиво. Не плохо. А нужно было именно оригинальное, да? Нет, просто он думал, блин, вот реально, как мне назвать ребенка? Тимьянович. Вот ходили, там думали, там мутили. Ну, подожди, а просто Алена не подойдет? Мальчик, мальчик. А мальчик, если мальчик. Девочка Роза, он говорит, будет. А мальчик? Ну, Илья. Нет, ну, Илья. Потому что у тебя брат. Ну, укроп засмеют. Засмеют, да. Илья Зимьянович. Александр, это вне времени всегда, это всегда сильное имя. Здравствуйте, у тебя Александр Зимьянович выйдет? Да? Александр Зимьянович, вас к телефону? Ну, не знаю я. Мирон. У тебя есть история? Хотите быструю историю про имена? Однажды я увидел немецкую лыжницу с фамилией Шассенбахер. Я решил, что мне надо обязательно на ней жениться и взять двойную фамилию Макропула Шассенбахер. Мы бы с ней родили, или родили, двух прекрасных сыновей, которых бы мы назвали Эдгар и Аскольд Макропула Шассенбахер Романовича. И обязательно людям с такими именами, фамилиями и отчествами обязательно где-нибудь наверняка в Чехии выдают по госпрограмме замки родовые. Потому что Эдгар и Аскольд Макропула Шассенбахер. Эдгар и Аскольд это запашные, ты меня не путай. Это уже классно, ты только что придумал, это по классике. Это вот это вот скрипт. Давайте дальше, Миташа. Следующее. В России намерены запретить пропаганду одиночества и отказа от семьи. Обращение о заявлении о необходимости таких мер подготовила уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она указала, значит, на необходимость защиты детей от стереотипов, навязанных молодежи извне. Вот. Про пропаганду одиночества попадает реклама и публичные кампании, подчеркивающие плюсы разрыва брака или одинокой жизни. Вот смотрите, если я с подружками собираюсь, например, ну или кто-то, да, после тяжелых отношений, и говорю, блин, как же классно одной, да, вот, какое-то время пожить для себя, это попадает или нет. Может, немножечко пожить? Не считого, да? Я думаю, нет. Если с подружками собрались не во время прямого эфира, а вечернего на первом канале... Да, если ты в эфире об этом скажешь, то это уже будет пропаганда одиночества. Но если это на самом деле, ну какое-то время, скажите, как психолог, какое-то же время нужно побыть одному? Ну, смотрите, этот год объявлен официально годом семьи, да, то есть семья в приоритете, но в этом особенно, особенно, да, и надеюсь, что мы здесь понимаем, что истинные традиционные семейные ценности, они имеют место быть, и это правильно, да. То, что люди женятся, расходятся, это тоже процесс такой постоянный, да, почему происходит развод? Не пережили какой-то кризис, сдались и разбежались, да, но в этот момент они могут встретить свою лучшую судьбу и продолжить жить более часто. Но это же не происходит на следующий день. Нет, конечно, нужно отгоревать, естественно, отгоревать, но кто-то порадуется, да, кто-то, смотря кто, как этот развод, разрыв будет ощущать. Кто-то легко, оно в основном люди чувствуют. А рядом, смотрите, я сижу с подругами, например, да, ну или я, гипотетическая какая-нибудь женщина, да, и говорит, а рядом кто-то сидит, услышал и посылает сигнал. Сигнал! А она говорит про, да, что в одиночестве хорошо. Это она сейчас это говорит, а потом она пьяная поедет. Мы над этим поработаем. Вот, развитие событий. Что там, Леша, пишет? Добрый вечер, меня зовут Анна, как только в детстве меня не называли. Анка-партизанка, Анка-пулеметчица, про Чапаева тоже с Петькой не забывали, поэтому я сына назвала, чтобы не было никакого склонения. А вы не написали только, как вы назвали сына, чтобы не было никакого склонения. А вот мы не знаем, как его зовут, и нет никакого склонения, все. Про Нюську и Нюрку это вообще болезненно было в детстве, сейчас Нюси только близкие называют, и это мне нравится. Слушай, Анна прекрасное имя, я считаю, что Анна самое распространенное имя на земле. Да. Во всех оно странах присутствует в большинстве. Короткая, красивая, елкая. Ну, понятно, и причем читается с обеих сторон одинаково. Что у тебя, Леш? Напишите, Анна, как вы назвали сына. Успеем две минуты. Мама из Британии берет со своих детей плату за жилье, коммунальные услуги, но платит зарплату за помощь по дому. Ее дети получают около 550 рублей, почему-то написано, за уборку... Ну, в переводе. Ну, видимо, да. За уборку и выполнение домашней работы. При этом аренда жилья обходится им примерно в 100 рублей в месяц. Каждый из детей получает свою зарплату и оплачивает услуги. Женщина говорит, что таким образом приручает их к финансовой грамотности. Слушай, это очень круто. Я читала эту новость. То есть она им платит за домашнюю работу, но вычитает какую-то часть, да? Ну, 550 рублей. Приучая их к тому, что всю жизнь им придется отдавать какую-то часть. Какую-то часть. Ну, мне кажется, прекрасные уроки. Классная мотивация. У меня в голове сразу же еще одна схема. Мать действительно дает им 550 рублей, а потом дополнительно берет с них процент за перевод этих денег в фунты стерлинги, которые они могут там потратить. Ох, Роман. Ну, рабочая же схема в конце-то концу. Слушай, ну, я немножечко к этой новости добавлю вот какой вопрос. Вы за то, чтобы платить детям? Я сейчас думаю, что, наверное, мне надо было тоже платить своим детям, чтобы они учились немножечко лучше. Платить за оценки? Да, оценки за хорошие, да. Ну, так как дети у меня уже взрослые. Ну, и с другой стороны, когда ко мне приходят клиенты, которые вообще нигде не учились, и я вижу, что они достигли каких-то финансовых высот, я понимаю, что образование в их случае не сыграло никакой роли. Это только лишь намерение, мотивация и вера в себя. Софт скилл. Есть такое, да. Владимир вашему. Аня, вы готовы платить деньги за хорошие? Мы по этому поводу разговаривали. Знаете, я тоже очень много там общался, читал записи психологов, там всякие такие истории, ментики. Они говорят типа того, что вот ты будешь платить ребенку, он будет делать тебе что-то, потом будет говорить, типа, вот, папа, ты мне не доплатишь, я не пойду деваться, типа, такого не буду делать. Шантажировать. Ну, типа того, да. Поэтому я как бы так говорю, ну, хочешь, давай, пожалуйста, найдем тебе работу, я найду тебе работу хоть 7 лет, я найду срой где-нибудь на кухне без проблем, главное желание. Посыпать присыпочкой. Да, солью. Сына назвала Алекс, пишет она. Я же говорю, Александр, классная. Не Александр, а Алекс. Алекс, это Александр. Добрый вечер, пишет нам радиослушатель Михаил. Мишка, Мишутка, Мишаня, Михалыч, Мишенька. А мы спрашивали что? А мы ничего не спрашивали, просто. Классово. Просто нам радиослушатели пишут. Михаил, приятно познакомиться. Как их называть? Пишите еще. 8-917-357-3584. Как вас зовут и как вас называли в детстве, называют сейчас родные, близкие, незнакомые, случайные. Михаил, кстати, у нас вот сейчас должен выдать музыкальную паузу. Напомню, что в студии Первое радио помогает нам обсуждать новости Эльвира Емельянчикова, психолог, аккредитованный системный семейный терапевт Владимир Шабалин, шеф-повар и Роман Макропола, журналист, ведущий Кубань-24. Ваши сообщения ждем по телефону 8-918-357-3584. Тема с именами зацепила. Вот смотрели, нам пишут. Здравствуйте, меня зовут Егор, сыновей назвал Евгений и Даниил. А в голове не укладывается, как можно исковеркать имена. А меня лет с 15-ти многие почему-то называют отчеством Егорч. Почему, сам не знаю. Видимо, серьезно. Ну, по отчеству бывает, что кого-то называют, да? Сокращенно любят. Да, Наталья Павловна? Да, Павловна? Так, чья новость? Твоя? Ну, давай. Так, о, вот что, про как раз-таки, эти, вы сказали про детей, про, что приходи на кухню. На телевизионном кулинарном шоу «Кондитер. Дети» Ярослав Елисеев из Геленджика покорил мастерством опытных шеф-кондитеров, ну, Рената Акзамова и остальных, там такая женщина улыбчивая, такая, корпулентная. Вот, победил в финале и стал суперфиналистом. Его мама говорит, что ты... Важное уточнение про корпулентность просто, да. Ну, что они... Слово-то какое красивое. Словечко красивое. Слово-то, звучит, играет просто. Великолепно, великолепно. Ну, вставил, да, могу. Так вот, мама его говорит, что Ярослав увлекся этим тортопечением в 6 лет. Нормально это? Не перегорит, парень? Ну, зависит только от... Знаете, вот тема перегорения очень такая нормальная тема. Сейчас я пропустила, ему 11-12 лет. Ну, не имеет значения. Главное, хотеть заниматься. Знаете, вот просто вот многие попробуют. Я вот перегорел быть поваром. Ну, многих такая тема есть. Когда была эта история, тебя перегорели быть. Я считаю, чтобы не перегореть, надо все время развиваться, интересоваться, смотреть и так далее. У меня вот дома, допустим, Кухня ТВ, Еда ТВ, Фуднетворк и так далее, и так далее, и так далее. Такие каналы делают. Мне вот тема это нравится. Дочке тоже нравится. Вот она любит готовить. А сериал «Медведь» смотрели с Джереми? Ну, естественно, все поварской смотрели. Ну, вы же смотрели, как готовят, а мы-то женщины смотрим по-другому. Мы вообще с товарищем хотим, не с товарищем, просто с Эмилией, мы хотим с нему только с тему замутить. Убираю какой-нибудь фильм про поварской, и он подбирает вино под каждое блюдо. Я вот в фильме выносил блюдо, и это блюдо готовлю. И вот такую тему хотим замутить ужин. То есть кино под еду. Кулинария и напитки. Да. Круто. Мой вопрос, как психолог. Да, скажите, вот именно когда ребенок чем-то увлекается с раннего детства, там, не знаю, музыка, рисование, кулинария. Вот в данном случае у него уже победа, да? И все говорят, гений, гений, гений. Ну, да, может перегореть, но с другой стороны, если родитель уже заметил какую-то склонность к какому-то виду, не знаю, искусства или там деятельности, это надо поощрять. Почему бы и нет? И развивать обязательно. И развивать, да, и показывать перспективу развития. Я думаю, что это классно. Ну, вы во сколько пришли к тому, что вам нравится готовить, Владимир? Мне кажется, что это рановато, что вот еще такое вот лучшее. У меня вообще лютая история, через второй раз расскажу. Я просто отучился в 9 класса, не знал, что я тебе делать дальше. Мама говорит, иди на повара, пошел. Потом он в армию служил, пришел, думаю, зря что я на повара учил за 4 года, и пошла у меня волна. Вот все. Кирюшки, ну с детьми же вот как обычно бывает? Сложно с ними. Мама, я хочу освоить токарный станок 16К20. Она ему и говорит, там, нет, Ярополк, у тебя сейчас сольфеджио, нет, никаких токарных станков, уберите все фотографии токарных станков из твоей комнаты, нет. И вот родители частенько какие-то свои вот внутренние хотелки, которые что-то, может, они в детстве не сделали, на детей перекладывают и совершенно не смотрят, чем детишки-то замечательные хотят заниматься. Слушайте, это хорошо, когда они знают, чем они хотят заниматься. И когда получается. А если бы он сразу получил щелчок такой, твой бисквит плохой, как там эта тетя Корпулент, но я еще раз повторю. Олечка зовут ее. Да? Олечка, да. Олечка такая улыбчивая такая, такая уловочка такая. Такая Корпулентная. Она говорит всегда, ну и бисквит у тебя чуть не удался, да, или крем какой-то слишком сладкий. Если бы парень наш замечательный, из Геленджика, повторю, да. Наш. Наш, красавчик, Ярослав Елисеев, у которого торты просто великолепные. Если бы вот это вот его сразу осадили. Это же... Это знаете, я считаю наоборот, ну какой-то ребенок. Либо это типа, вот я делаю еще лучше, либо, блин, я такой стрёмный, делаю больше не буду. Тут зависит, как все преподнести. В легкой атлетике он как, девчонок. Как? Вспомни, Ирина Винер. Я легкая, какая Ирина Винер и легкая атлетика? Это художественная гимнастика. Художественная гимнастика, господи, да. Это был тест. Ты мой близкий, это мой близкий к спорту друг. Да, да, да. Продолжение темы. Большинство российских старшеклассников не могут определиться с профессией. Хороший вопрос. Сфера культуры и искусства привлекает большинство опрошенных школьников, 37%. На втором месте медицина и здравоохранение, 27%. Замыкают тройку IT, 10%. Дальше 6%. Значит, смотрят направление экономической деятельности или спорта. Туризм, госслужба, предпринимательство, юриспруденция, 3%. Не пользуются популярностью. Такие сферы, как образование и наука, маркетинг и реклама, торговля, сельское хозяйство и промышленность. На них суммарно пришлось только 2%. Это где статистика такая? Мне кажется, наедалово небольшое. А почему? Ну, и что-то, как вы тут рассказали, это маркетинг. Вот мне, допустим, ну, неважно ни у кого. Кого ты не спросишь, кто маркетолог, кто там СММщик, кто IT-сик? Ну, это они уже взрослые. А вот сейчас старшеклассники, они больше интересуются, им интересно, культура, искусство, здравоохранение и IT. Подожди, а культура и искусство в каком виде их интересуют? Ну, может быть, хотят быть... Танцевать на сцене Мариэрии или что? Петь, танцевать, наверное, вот это... Шоу-танцы на ТНТ? И получать миллионы. Да нет, танцевать в ТикТоке в каком-нибудь... А, подожди, анекдот. Мы с тобой даже шутку сегодня обсуждали. Я вынужден сегодня идти на работу, потому что в 2019-м я стеснялся танцевать в ТикТоке, да? Да-да-да, возможно, кстати, такая тема. Эльвира, скажите, неопределенность о старших классах, кем ты хочешь быть? Это нормально? Конечно, вопрос профориентологу. Есть такие специалисты, которые занимаются исследованием этого вопроса, и можно прийти к ним, у ребёнка уже не надо ждать там 11-го класса, приводить его прямо в 9-м классе. У меня есть такая коллега, которая... А мы в школе ездили? А если мальчик вот наш Ярослав Елисей торты печёт уже с 6 лет... Ну, тут всё понятно. Может, такой обе будет. А почему? А вот история как с Владимиром, когда он школу заканчивал и не знал, куда идти дальше учиться. Пожалуйста. Красавчик. Конечно, здорово, если бы была у детей возможность, пойти на какое-то предприятие, на экскурсию, посмотреть реально, как люди работают. Так ещё не лезди пускают, к сожалению. И чем они зарабатывают. То есть на самом деле не всё так бывает безоблачно. Посмотреть на реальную жизнь, на реальную работу. К сожалению, такого у нас нет. Возможно, это скоро появится. Что можно будет прийти вместе с классным руководителем, посетить какое-то предприятие, что-то посмотреть. Или даже что-нибудь из печь в этом же ресторане, если позволит, да? Чтобы понять. Ну, из печь, из печь. Когда сходили нам в фабрику швейную, водили нас в фабрику кукол, это ничего не увлекало. Не увлекло, да. Папа инженеры, они пегас-переработка, то есть с детства я приходила, чертежи меня не увлекали. Как понять, если не привлекает ни печь, ни... Кем ты хотел быть в детстве, Рома? Да я вам реальную историю расскажу. Ну, что мы можем. Не, серьезно, без немецкой лыжницы. Без немецкой лыжницы. В школьные годы я ходил на станцию, на которой я заботился о разнообразных зверушках. Юнатов. Юнатов, да. Забыл на секунду, как она называется. Ветеринара. И там я катался на чешском тракторе, как сейчас помню, ТЗ-4К-14. Я был самым счастливым маленьким этим мальчуганом. Юнатом. Подожди, я вспомнила, ты хотел быть машинистом этого... Электрички. Электропоезда, да. Но я не стал машинистом электропоезда, я не стал трактористом, но при этом я свято верю, что я нахожусь на своем месте. Вот в данную секунду, в данном своем жизненном этапе и пути. Но при этом я до сих пор временами посматриваю на фотографии... Потому что трактор уже против. Ты за 4К-4. Актуально в наше время быть. Слушай, ну ты трактор сейчас вернул для того, чтобы хорошим таким показался. Да нехорошие, ну что вы начинаете. Эльвира, а кем вы мечтали быть в школе? Ну вообще я говорила всем, что я буду врачом в начальной школе, да. То есть я не мечтала никогда стать психологом. Так получилось. А в выпускных классах? Я думала, что я пойду изучать английский язык, но мой папа сказал, нет, у нас все учились в политехе, сначала пойдешь в политех. После того, как я закончила политех, дальше там судьба моя по-другому немножко сложилась, и уже с 11-го года я в психологии. То есть иногда так бывает, что мы выбираем не то, что мы хотим, либо родители нам откровенно советуют что-то хорошее, а потом оно никогда не пригодится. Извините, вспомнилась, это совершенно к вам не относится, и поэтому я стал логопевом. Да-да-да, тут можно методом исключения. Я попробовал, да, вот я попробовал, как вот сказал коллега, да, что он на тракторе проехал, и понял, что он туда уже не вернется, в этот трактор, да, не сядет никогда. Кто его знает? Кто его знает? Ну, по крайней мере, уже опыт был. То есть посмотреть то, что не нравится, и выбрать то, что нравится. Протестировать. Наташа гидробиолог. Слушай, я хотела быть художником-модельером. Я закончила художественную школу, меня родители возили каждый год по музеям, смотрели, значит, я приехала поступать, мне сказали год работать натурщицей, и, может быть, из девочки что-то выйдет. Папа, услышав слово натурщица, все, порвал все картины, рисунки, и я пошла взойти. Я хотел быть театральным режиссером, но мама сказала юридически. Ну, ты близок, да, ты творческий. Но при этом, коллеги, посмотрите, как вы все-таки хороши в нынешних своих социальных и рабочих ролях. Да, с грузом, гидробиологией и юриспруденцией. Как-то же помогает. На каких-то вот нейронных связях в мозгу что-то вот произошло. Когда я плаваю в море ночью, да, я знаю, что то, что светится, это тема моей дипломной работы. А я когда пишу новости в телевидении, отличаю подозреваемого, осужденного и обвиняемого. Это здорово. Это разные вещи. Здорово. Рекламу давайте выдадим. Роман сказал, работаем. Наташа, не расслабляйся. В новом выпуске шоу «Выжить в Дубае» это не реклама программ на другом канале, а просто упоминание. Возвращение. Пожарному из Туапсе предстояло измерить вес скорпиона. Там наш парень просто, да, и пока он там просто рулит. Ну, красавчик. Так вот, недавно увидела мнение, что все эти реалити-шоу очень испортились и дают плохой пример молодежи. Если раньше, помните, давным-давно... Дом-два? Далее. Не-не-не-не-не. Подождите, последний герой, да. Да ты такой древний. Это да. Подождите, последний герой, да, когда еще там Дроздов был. Это только хотел сказать. Это было великолепно. Да, они же там реально выполняли сложнейшие конкурсы. Если плыть, то плыть, да, стрелять, так стрелять, да, там уток или что. Любить, так любить. Любить, так любить, да. Готовить, так голодать, так голодать. Ловить там своими руками, все-все. Сейчас я недавно посмотрела эту серию. Это же позор... Как это называется? Кузя из универа эту фразу говорил. Испанский стенд? Провал провалов. Что такое? Потеря-потерь. Потеря-потерь, да. И вот пожарный стопсек, говорит, которому предстоило измерить вес скорпиона. То есть там бросить мячик, причем мячик не баскетбольный, а какой-то там теннисный, да, в какую-то там стеночку. Или даже не пробежать, а простоять с чем-то там, с авокадо в руке 5 минут. Ну, правда, мне кажется, что когда смотришь это шоу, то как-то в мужиках разочарован. Я вспомнил. Лютую историю? Ну да, естественно. Есть какое-то шоу по какому-то каналу, не помню, как там Титан или что-то такое. Там ребята, прям качки спортсмены. Да, я видела. Они тут, когда веревки, канаты так тягали. Час сорок, нон-стопом, не веревки, канаты так вот, знаете, толкали. Потом сказали, что, типа, ребята, типа, на грани вашего здоровья мы прекращаем этот конкурс. Победили все. Ну вот просто интересно, почему со временем поменялось? То есть людям не интересно смотреть на какие-то усилия? Слушай, это просто другая программа. Сейчас же есть последний герой, который снимают в России. И там я просто не видел, но я думаю, наверное, везде, Элёш, конкурсы везде. Знаете, почему, ребят, у меня есть мнение, у меня есть мнение. Я думаю, знаете, возможно, почему это происходит? Потому что многие могут не согласиться идти на сложные условия. Да, да, да. Соленются. Никто не хочет потеть в кадре, никто не хочет... Ах, у меня рабочая левая сторона, вот снимайте меня так, я не хочу голодать, у меня сразу будут там какие-то... Да, да, да. Обозначатся мимические морщины. Ну, есть в таком, да, тенденции? Я прям чувствую. Лёш, твоя новость. Глюкоза исчезла с афиши концерта в Москве после скандала в Красноярске. В сентябре у Глюкозы запланировано выступление в рамках фестиваля «Удачные песни» на Live Arena, однако после скандального концерта в Красноярске, в рамках которого исполнительница чуть не сорвала шоу, её имя пропало из афиши мероприятий и на официальном сайте, а также на площадках «Партнёр». Вообще, обратил внимание, что очень многие стали высказываться по этому поводу, вот прям хлебом не кормить, не знаю, там, какая-нибудь малоизвестная певица просто обязательно ставить свои пять копеек по поводу... Слушай, все очень крутые телеграм-каналы, светские типа, да, которые популярны, у которых там 500 тысяч подписчиков, 200-300, все начинают, ну, как бы выступают в её защиту. Ну, не все выступают в защиту, многие осуждают. Илья, скажите, вообще вот эта ситуация, когда какой-то из селебов, да, где-то накосячил, и вот это начинается полоскание грязного белья. Это какая-то такая вот тенденция последних лет. Почему она вообще возникла? Почему нам это стало так интересно? Ну, всегда всё необычное, всё тайное, всё такое, знаете, всегда оно окутано какими-то пересудами, да, и нас всегда привлекает что-то такое. Я даже слышала, что какая-то подруга глюкозы защищала её, сказала, что она сейчас в таком состоянии в связи со смертью её бабушки, поэтому не осуждайте её. Это одна версия, другая, что муж изменил. А, да? Да. Вот, сколько версий, да, будет существовать? Да, версий может быть много. Меня просто, если честно, немножко поражает, вот, ну, хорошо, да, был конфликт, ну, это было позавчера, но вот эта история, мне кажется, ещё будет тянуться несколько недель. Вернулась, прекрасно поёт, да? Да, да, да. По Губина мы недавно с тобой обсуждали, да? По всем ток-шоу прошёлся в ужасном состоянии. Сейчас он участвует в крупнейших музыкальных... Возможно, это... Я думаю, что вот это полоскание грязного белья, это что? Это снятие стресса? Да, возможно, антиреклама, да, тоже реклама. То есть рассказать о себе плохо, показаться не в самом пристойном виде, чтобы тебе говорили... Чтобы отменили концерт в Москве. Не, а потом героически выйти из тени, начать перезапуск своей карьеры и написать об этом книгу и ещё сделать, например, реалити-шоу. А ей уже кто-то написал, что сейчас придут молодые, дерзкие на её место, и всё, и пока, Наташа Ионова. Смотрите, 18 июля в одном известном банке проводилось мероприятие очень крутое. Среди гостей... Там ни одного селеба было старше 30 с небольшим лет. Была, значит, на вечеринке Катя Клэп, Саша Сулим. Вам известны эти имена? Это очень крутой банк, да? Саша Сулим, Сергей Калёжный, Илья Куруч, Катя Конасова, Наталья Ищук, Серёжа Романцев, Ирена Понарошку. Я знаю, знаю. Ирена Понарошку, вот! Она была, она на MTV была. Да-да-да. Она старше 30. Она в 2000-х открывала MTV, да. Ирена Понарошку, Лиза Шатилова. Ведущими вечера стали блогеры Женя Гришечкин и Вася Шакулин. Одна знакомая фамилия. Для меня, вот, Ирена Понарошку. Я её помню ещё. Вот, остальные, видите? То есть, как бы, даже крутейшие организации делают ставку на очень молодых и на тех, на кого смотрят молодые, да? То есть, вот эти имена. Понятно, что некоторых мы знаем, там, Катя Клэп, известный блогер. Не знаю, что слышно. Не знаешь вообще? Что-то ходило. Лёша, да Клэп, она даже выступала в Госдуме. Саша Сулим там что-то слышала, да? Да, Канасова в каких-то они ток-шоу участвовали. Вот, но тем не менее. Это хорошо, это нормально? Это закономерный процесс, конечно. Это для молодёжной аудитории. Подтянуть больше молодых, привлечь внимание. А что им мешает? А что им мешает параллельно пригласить ещё? Да не трусь моего любимого олива ориеная. Что-то доносятся. Как-то ущемляют взрослую аудиторию, понимаешь? Когда слишком молодёжь. Дешевле эти блогеры, чем другие. Да уж, конечно, дешевле. В Краснодаре концерт большой звёзды нулевых и девяностых приезжает. И кто там поёт? Вадим Казаченко. Например, да. Тогда для них создан аншлаг. Регина Дубовицкая собирает таких. И откуда-то из глубин памяти. Здравствуйте, мои дорогие. Слушай, ну они привлекают молодую аудиторию. Здесь просто ещё раз говорю о другом, что сейчас появилось очень много, назовём их, как ты говоришь, селебов. Слишком много. Слишком много, да. И просто уследить за всеми физически невозможно. Если раньше их был один, два, три, ты их знал, то сейчас их такое количество, что просто физически невозможно. С другой стороны, они же каждый день новые. Они же каждый день новые. Нет, нет, некоторые добирают прямо вообще и уже сидят плотненько на своих миллионах. Когда доберут, тогда вот я буду разбираться, кто они такие. А каждого нового узнавать у меня памяти не хватит. Вы знаете, мы в следующем части будем говорить о том, как ведут себя отдыхающие на курортах Краснодарского края. И нашим слушателям мы хотим задать вопрос, что вас раздражает в поведении отдыхающих на побережье у нас на курортах Краснодарского края. Что бы вы ответили на этот вопрос? Вот такую затравку мы хотим. Я сразу, знаете, вы можете, я скажу? А у вас всегда есть лютая история. Нет, просто я что-то вспомнил, как раньше, помните, караоке, телевизоры стояли на побережье, ходили, пели. Да, да, да. Все, я... Все. То есть их уже давно нет, мне кажется? Я не знаю, просто вспомнил эту историю. Владимир, то есть вас раздражают поющие... Нет, нет, я сам пою, нет, нет, только припевы знаю. Меня раздражает, не знаю, что раздражает, то, что негде ходить, везде слишком людно. Потому что их много. Да, слишком людно. И все места забиты везде. Вот все. Роман? У меня такая вот несколько философская на этот счет мысль. Все-таки люди приезжают на курорты Краснодарского края отдыхать и немножечко оставляют свои заботы и культурные нормы. Вот человек идет, и видно, он изо всех сил отдыхает. Оставляет курортные нормы. Он прям отдыхает. Про пьяных? И про пьяных, и про тех, кто может вот в каких-нибудь обтягивающих плавках... В центр города. В центр города пойти. Ну, прям видно, что человек отдыхает. Пьяный плавка в центре города. Все, мы поняли, да. Эльвира, что вам не нравится в поведении туристов? Мне, во-первых, не нравится трафик, да, мне не нравится что пробки, что мы с вами живем рядом с морем и не можем до него добраться. Нам нужно потратить 7 часов, чтобы приехать туда, куда мы можем добраться за 2,5-3 часа, да, элементарно. Их много. Тех, которые едут в потоке на наше Черное море, да. Что мне нравится в поведении? В поведении, в поведении, скорее всего, мне нравится то, что мусорят, да, они убирают за собой. Мне не нравится, что очень громко кричат, отдыхающие на пляже. Причем так вот. Леночка, как там вода? Ой, вода холодная. Подождите, подождите, а мы не кричим местные? Ну, я про себя говорю, я стараюсь потише, приехать, наслаждаться морем, слушать тишину, слушать волны, да, чайки, да, вот приезжают. Мы же говорим отдыхающие, не обязательно отдыхающие из других регионов, но отдыхающие из Краснодарского края тоже. Громко говоря, еще меня очень раздражает. Причем, когда еще дети кричат, плачут, они там начинают воспитывать, шлюпать по попе, да, все эти крики. Ну, а сейчас получим от ежематерей. Ой-ой-ой. То есть, ну, как-то вот это вот, да, нужно бы с этим что-то сделать. Это про меня, я громко разговариваю. Начинайте нам уже писать в WhatsApp, 8-918-357-3584, что вам не нравится в поведении отдыхающих. Напомню, что в первом части у нас были психолог Эльвира Емельянчикова, шеф-повар Владимир Шевалин и журналист Роман Макроплова. Спасибо, уважаемый эксперт. С вами было очень весело. Вернемся через несколько минут в студию. Самое время. Ток-шоу Самое время.